биоробот это не означает что он должен пользоваться или не пользоваться программой и хотеть кого-то убивать или нет эта машина windows ты можешь признаваться windows и можешь пытаться на нем жениться можешь петь ему серенады под окном но ему будет на это глубоко насрать потому что это windows программа создана для выполнения определенных задач так же как и биоробот создан для выполнения определенных задач это размножаться как от писать кушать зарабатывать деньги выполнять элементарные функции на основании тех знаний которые мы вложили в голову сначала в школе потом в институте и так далее плюс не забывая о том что у тебя в голове есть мозг мозг это компьютер самый лучший компьютер в мире это по сути а искусственный интеллект только он может самообразовываться в процессе своей жизнедеятельности и когда ты появляешься у тебя загружены стандартные программы это какие-то ну там обжегся убрал руку да это стандартная программа понятно а дальше идет информация и на основании информации твой мозг выстраивает дальнейшую линию жизни основываясь на среде которой ты находишься это называется матрица это азы для того чтобы понимать где ты живешь а по твоему нелепому выражению сейчас я понял что азов ты не знаешь поэтому просто смотри ролик и там или слава или еще кого-то и набирать азов да хороший пример я уже приводился говоря да я уже да вокруг вас биороботы их огромное количество просто вы не представляете если не то что знаете как там робот который ходит там там я не знаю как выглядит как из фильма терминатор 1 это обычный человек он запрелись том что биоробот не знает что он робот не знает об этом он думает что он настоящий живой человек просто он не может делать тех вещей которые делаем и по причине того что в нем нет сущности живой у него только есть мозг левое полушарие она работает логика все если работать и робота обидим да да не согласен может с этим это что вот как ты делаешь да это время твое пришло да можно так сказать а у другого человека время не пришло и меня не сладок для для всей этой информации понимаешь это люди а есть не люди баста вот и все здесь не имеет значения человек может быть спящий его можно разбудить а вот биоробота ты не разбудишь у биоробота знаешь что случится если ты больше убудить и он на самом деле захочешь разбудил по какой-то причине у него просто-напросто вместо второго полушария условно говоря правого у него скопируется с левого и ставится вправо и он будет видеть две картинки одинаковые в итоге у него случится у каждого кровоизлияния в мозг и он умрет просто всего вот это все закончится биоробот это просто мясо скафанга сергей да извините береги очень приятно наконец на тебя услышал ушел на тебя на связь меня зовут дмитрий скажи пожалуйста когда ты планируешь приехать в красноярск красноярск так ли вообще планируешь я понял я тебе отвечу и всем тем кем это интересно с помещением можно за но без проблем если что я обязательно поеду города ближе к лету понятно да и будет большой список городов 10 может 15 я проедусь по всем на машине прямо с большими выступлениями на самом деле мне есть что рассказать ребята я своими следами не останавливаюсь это двигаюсь вперед и не открываются новые новые горизонты даже не представляете чудесные замечательные у меня звали дадим нам почаще сергей первые самые ролики еще начинал смотреть ты потом еще поудалял больше года назад ну может быть я к вам ребята пришел по одной причине я сегодня у меня спину потянул и сегодня я лежу на постели и решила почему бы мне не пустить как первых и собственно вылечет а сегодня знаете куда еще собирался ехать я сегодня собирался ехать к богданову александру это в рио премьер-министра советского союза брать у него интервью ехал что потом вам показать хотел у него спросить много вопрос хотел задать вот многие там вещи сейчас идут ведь такая ситуация но вы знаете наверно да что происходит стране кто-то вот и принципе я его не виню каждый имеет право на свое собственное мнение поэтому скажи скажи пожалуйста а вот по советскому союзу понятно что восстанавливают да хорошо с одной стороны скажи а какая цель что людям такого дадут ну да нового в советский союз рада классно какая цель создание что какая цель чтобы создавать коротко по советский союз коротко коротко это иллюзия просто и все больше ничего это мой ответ это для это для программы для матрицы обратно чтоб люди что-то это там будет что-то и это это все программа эта программа в этом это масонская программа уже давным-давно они это и там никаких нету ничего не нового не старого не будет нам сока ложь создание советского союза она первое время конечно будет хорошо дело в том что советский союз это не самоцель то есть мы собираемся его возрождать не для того чтобы в нем жить она чего что советский союз это некий инструмент коротень достаточно на пути в золотой век и город если чуть более не коротко то смотри какая наша задача наша задача сейчас массу людей вот есть масса людей но скажем возьмем россии да вот например в ней проживает 80 миллионов человек не 150 из них белых людей ну в лучшем случае миллионов 50 из них из этих 50 миллионов столько миллионов 25 это более-менее адекватные взрослые люди не дети и не старики которые вообще ничего не хотят не понимают и ничего не надо вот нас это есть масса людей условно 25 миллионов человек нам надо наша задача сделать так чтобы эта масса людей получила возможность элементарную возможность времени получать информацию осмысливать ее и желать этого а у них нет на это времени потому что они в нашей системе загнаны в необходимость зарабатывать деньги чтобы жить чтобы покупать еду платить кредит и мы сами знаете ну да наша задача избавить их от этого дать им время как можно сделать это можно сделать путем восстановление советского союза и в первый же месяц все люди нашей страны освобождаются от жкх оплаты освобождаются от кредитов все кричит урусил будет и путь по ступор это и плюс не забывайте о том что сейчас люди управляются не правительством не государственной думы и даже не американцами люди сейчас управляются телевизором телевизором все что показывают в телевизоре это правда если мы получим доступ к управлению нашей страны а также получим в руки сми то мы сможем напросто путем сми таких же программ таких же сериалов только с другим смыслом через пару месяцев заставить поверить ну как не то что заставить поверить а просто рассказать на что это так с доказательствами люди поверят что земля плоская условно говоря а дальше сотовая условно говоря и прочие моменты люди в это будут верить потому что это правда правда легко заходит и и не нарушил сергей а скажи пожалуйста чудом по поводу паспортного стола в московской области открыли паспорт можно заказать поводу паспортного стола я сегодня ездил ну точнее должен богданова на причине того что у меня спина прихватил я не поехал значит паспорт уже готов он называется не паспорт он называется удостоверение советского человека тогда назвать я его уже видел как она выглядит сегодня хотелось есть мы завтра поедем и снимем покажем вам ролик там все все покажи сделаешь ролик да там на информацию добрали у себя хороший ролик будет все покажем мы будем называть ему жесткие вопросы мы не будем с ним фисюкаться мы продали заказать просим а как заказать почте отправить там все почты нет будут открываться паспортные столы в городах начиная странствует дальше каждый комплект стоит 50 тысяч рублей это комплект паспортного стола это аппараты чтобы делать эти документы ламинировать и вклеивать фотографии мы всяко таком буду наша задача сейчас просто открывать и просто выдавать и все и они будут открываться и ты можешь прийти и получить его по месту жительства ну может быть не сразу но это будет так вам не надо бояться советского союза ничего того что было последние 20-30 лет ссср не будет мы возьмем только самое лучшее но условно говоря что было самое лучшее в советском союзе это социальная защита граждан социальная защита граждан я надеюсь вы понимаете что это означает субсидии экономика двухвекторная замечательная двухвекторная или двухконтурная экономика сталина где есть два вида денег в экономике это экономика при которой невозможна коррупция просто невозможно по причине того что ну нечего будет воровать просто не будет возможности такой физически вот это страна в которой будет выдаваться кредиты там под один процент или под 0 5 на 30-50 лет это страна где будут существовать новые технологии то есть ведь технологии режиму те отрицать что существуют новые технологии но как новые и новые дают старые технологии без топлива на энергетике и того же тесла условно говоря знаете да да ну вот и все эти технологии будут внедрены производства соответственно стоимость работы труда упадет очень сильно со что что собственно даст практически ну нулевую стоимость готового товара подышки уже есть какие-то по поводу этого вообще очень серьезно просто смотрите как это вообще процесс этот происходит я вам говорил что есть информационное поле она существует да значит все что происходит на физике здесь то есть имеется ввиду вообще все ты встал с постели у тебя упала яблоко ты их там сходил не имеет значение все это сначала делается там поле а потом она происходит здесь для того чтобы случилась война или там какой-то теракт условно говоря его надо сначала в поле сделать именно поэтому теракты и прочее такое дело невозможны по причине того что все это видно в поле а у нас в наших спецслужбах и спецслужбах других стран огромное количество полевых людей кстати говоря сразу могу такой маленький сделать инсайдик очень скоро у меня будет встреча интервью с одной женщиной которая является действующим штатным экстрасенсом грл без всяких приколов это говорю настоящий по-настоящему она тоже интересные вещи расскажу то есть это это все не шутки это все настоящие вещи так вот советский союз он там поле делается делается сейчас уже и делается уже в течение года это гигантская работа которая была проведена теме кто сюда пришел а сюда пришли в общем-то в некотором смысле хозяева этого места в буквальном смысле и все кто в поле пытается против что-то сделать уже мертвые либо умирают сейчас вот и он будет восстановлен советский союз хотите в этого или нет нравится вам это или нет я вам просто ставлю вас перед фактом хорошо с одной стороны потому что принципе моя задача сделать свою собственную жизнь хорошей я хочу же говорил на лекциях а смотрел соответственно а чтобы это сделать мне надо чтобы вы все тоже жили хорошо то есть я хочу чтобы не было счастья я хочу чтобы вы были счастливы скажи пожалуйста а вот забегая наперед ну допустим создали советский союзе ли все хорошее а мы будем ли вы мы все будем вещать людям что так и так ребята вот теория плоской земли сотовая земля так далее вот вячеслав котлеров начинал там тогда то вот я сергей там то есть мы это будем людям оповещать показывать то есть мы допустим будем организовать экскурсию там за антарктический круг то есть не будет ли это будет делаться не совсем так все это должно делаться централизованно государственно и черного этого соответственно создаются учебные пособия меняется абсолютно все образование системы образования да да меняется система образования и школах институтов и прочих учебных учреждениях начинают вводиться совершенно новые предметы не только вводиться новые предметы но и характер преподавания этих предметов будет иной то есть детей будет сразу учить первый самый главный предмет который должен был виден должен быть идем сразу эта философия философия это главный предмет который существует вообще в природе он учит человека понимать кто такой человек где он находится и зачем он тут находится то есть он дает человеку мировоззрение а далее потихонечку как прикладные науки начинают добавляться остальные история мира дата ну и другие по но все зависимости от того чем хочет заниматься ребенок в будущем потому что понятия таланта не существует это вранье все люди талантливые изначально сразу сразу сергей у меня вот вопрос по документу который предвидится да да удостоверение личности как я понял почему на нем указано что это именно советский человек разве так люди не понимают что они человеке нужно обязательно подчеркнуть что вот это именно советский человек то есть само слово человек для чего она присутствует в названии документ ты же сейчас по персоне идешь сейчас ты не человек бумагах посмотреть ты идешь персоне лёгкий человек вопрос алексей я у сергея просить он документы продвигает да тебя интересует именно почему человек или почему советский нет советский понятно именно почему число человек но в принципе вот у нас же не было у нас был просто паспорта открываем паспорт и там написано советский союз советско-социалистических республик в принципе вот все которыми я перебивал он в принципе правильно сказал что на данный момент гражданин эта персона вася пупкин эта персона это не человек это как юридическое лицо человек почему там указано потому что в принципе белый человек он хозяин всей земли вообще всей земли и поэтому человек это звучит гордо человек это его настоящее название человеку не нужно больше причем человек это человек все для удовлетворения своих элементарных потребностей мы придумали стременно для простоте общения но для этого именно поэтому человек меня это не смущает меня меня лично больше смущает почему советский вот это agony смущает больше, но я буду по этому поводу с Богдановым разговаривать, потому что это же не я придумал документы. Советские слова совести. Ну, может быть, кстати говоря, я не знаю, я вот поэтому хочу. Там вообще, кстати говоря, он очень много мне интересных вещей рассказал, Богданов. Он в этой теме силен, он тоже на подключке, в принципе, только он по своей теме. И он нафига интересно мне вообще рассказал по Советскому Союзу и по разным вещам, которых я не знал. Будем у него... И договор цессии. Вы не читали договор цессии? Нет, я не читал. Договор цессии, это договор, который, по мнению Касмина и команды, каждый человек, житель, скажем, бывший, условно бывшего Советского Союза, рожденный там, имеющий свидетельство о рождении, должен подписать с правительством Советского Союза, по которому этот человек передает все свои права, как юридические, так и физические, как имущество движимое, недвижимое, интеллектуальное и прочее, передает в управление Советскому Союзу, то есть правительству, для того, чтобы оно от его лица занималось всеми делами. И многих этот договор смущает, потому что некоторые утверждают, что договор, по сути, построен так, как будто человек продает свою душу в рабство, то есть отдает ее просто-напросто вообще всего себя некой организации, которая от его имени будет выполнять там различные дела. И, честно говоря, здесь есть над чем задуматься, на этот вопрос я бы тоже хотел получить у него ответ. То есть, в принципе, не нужно думать, что я там слепо верю в Советский Союз и там молюсь на Тараскиной команду, ничего подобного. Я смотрю на них очень непредвзято, причем я знаю очень много про этих людей, гораздо больше, чем даже они о себе знают. И поэтому, прекрасно понимаю, это очень важно, вы должны взять тоже это уяснить, что не все это уйдут до конца. Скажи еще, а вот аббревиатура СССР, ну как расшифроваться в теперешнем понимании? Ну, лично для меня, она расшифровывается как Союз Советских Состетических Республик, для меня. А то, что они там придумывали, я понимаю, о чем это и про Славянский Союз. Я знаю об этом, но мы по этому поводу с Богдановым разговаривали, в принципе, он мне говорил, что это все лажа, что эта организация, она изначально придумана как следующий шаг после Советского Союза. Вот я говорил про Золотой Век, вот примерно будет это как Золотой Век, только он будет называться, скажем, вот так, например. Для меня Золотой Век это мир осознанных людей, где люди живут в счастье и гармонии, потому что они понимают, кто они такие, где они живут и зачем они живут. То есть мы живем не для того, чтобы жрать, трахаться, умирать, работать на работе, зарабатывать деньги, покупать шмотки и все такое прочее. А мы здесь для других вещей живем. Мы творцы и созидатели, мы боги. Мы живем для того, чтобы творить, ну, колдовать, условно говоря, только различными способами, развиваться, как боги, и в итоге стать творцом. Ну, в буквальном смысле превратиться, условно говоря, в Тор, где находится вся эта лабудень гигантская, где эфир находится, из эфира строятся там элементы и планеты, условно говоря, там и прочие-прочие моменты. Вот. Это длинный путь. У каждого из нас он свой. Но он длинный и интересный. А то, чем мы сейчас занимаемся, это деградация. Причем полная деградация. Мы деградируем. По сравнению с нашими предками, мы вообще говно. Просто дерьмо. Вонючее. Причем такое, что ужас какой. Они были бы стыдно против нас. Ну, это ужас, в общем. Но все-таки мы их потомки. И в нас течет их кровь, условно говоря. Пусть даже там одна сотая процента от их силы у нас есть, но она есть. Именно, кстати, по этой причине наши враги нас не уничтожили. Всех. Потому что, если бы нас уничтожили всех, то все, что нас окружает, исчезло бы. Сразу. Потому что оно существует только потому, что мы думаем, что оно существует. Понимаете? Вот и все. Вот услышьте меня, те, кто кричит, что вы там русские, поляки. Вот смотрите, вам навязали. Ты поляк, ты белорус. Поляки твои враги. Белорусы твои поляки враги. А если бы вы называли себя не поляком, а если бы вы называли человеком, человек, который живет в концлагере белорусском, говорил, я не белорус, я человек. И человек, который живет в польском лагере, называл бы себя человеком. И вам бы сказали бы, пойди нападить на человека. И у вас мозг бы заклинил бы, как это я буду нападать на человека. А когда вам навязали собачьи клички, что вы белорусы, казахи, кто угодно, и вам говорят, на вас напала Польша, на белорусов, а белорусам говорят, обратно, поляки враги белорусов. Очень легко стравливать людей, когда дали им собачьи клички и когда они в это поверили. Очень легко. Когда вы услышите и поймете это.